Что, друзья, доброе утро. Начинается новый день. Мы его начинаем в нашем одном из любимых ресторанов быстрого питания, или закусочных, Деннис называется. Вот здесь вот название почти как меня зовут. Вот. И почему нравится? Потому что здесь классные завтраки. Вот такой огромный кусок стейка, яичница, хэш-браун, тосты, ну и кофе традиционно. Ксюха себе взяла фрукты, омлетик с беконом. Вот такой омлетик, вот такой вот я не ем. Омлетик ты ешь. В общем, надо хорошенько подзаправиться углеводами, белками, жирами, то есть калориями, для того, чтобы сегодня целый день нам предстоит ходить на ногах. Сегодня у нас второй парк, мы хотим обойти, и мы хотим все это акционы обойти, все что возможно, поэтому мы поедем туда почти к открытию, и будем до самого конца, чтобы все увидеть и всем насладиться. Приятного аппетита! Еще раз доброе утро, оно всегда доброе, когда в руках Старбакс, и это не реклама. Начинается наш второй день отдыха в парке, это будет второй парк, Island of Adventure, остров приключений. Здесь, как мне кажется, новые самые аттракционы, здесь Халк, Спайдермен, тоже еще один замок Гарри Поттера, и много разных других. Пойдем к нему, покажем, что это. Ну что, осталось отстоять небольшую очередь, и мы внутри. Только на этой штуке прокатился, офигеть же. Подбрасывает резко вверх, а потом резко так же вниз падаешь. И вот этот день, если честно, классно очень. Страшнее гораздо, когда тебя медленно-медленно поднимают, а потом ты висишь, и тебя резко кидают. Помните смешной ролик в интернете, когда парень валит три раза сознание терять во время этого подъема? Здесь, я думаю, это можно испытать, в принципе, но эмоции все равно классные. Что-то, Зайка, так нагуляла, что ножка хромает. Да, что-то поленочку болит. Кто помнит, папай-моряк любил есть консервированный шминал. Он открывал так банку, так фух, а он ее удалял, крышку так открывал, и он сразу, и у него тут такие штуки вырастали. Куда мы сейчас пришли с Зайком? На Кин-Кон. Там будет страшно? А вот сейчас. Продолжение следует... Продолжение следует... Побывали сейчас на аттракционе Кинг-Конга. Честно, это мой фаворит, наверное. Ну, пока что это самый лучший аттракцион среди всех парков, в котором я когда-либо был в жизни. Потому что это самое крутое погружение в 3D, которое я когда-то либо видел. Кто поедет в парки, рекомендую первым делом на Кинг-Конга пойти. Прям просто супер мне очень понравилось. Сейчас мы прокатимся на импровизированном августе реки и спустимся на Канно и по водопаду. И там будет мокренько. И я видела, что люди выходят прям с ног до головы мокры, поэтому мы взяли вот такие вот конча. Для того, чтобы не промокли. Не боишься с большой высоты-то на лодке прыгнуть? Ой, да ладно! Нет, конечно. Боишься, боишься, я знаю. Нет, не боюсь. Все, едем. Сейчас заберемся на высокую горку и с нее свалимся в водопад. Динозавры, динозавры! Начинается самое интересное. Прокатились, не слабо. Мы взяли два штучка для того, чтобы пострелять в людей, которые там поплывут по речке. Ну, нам нету этого издеваться. Сейчас они будут еще мокрее. В общем, здесь есть пушки такие под номерами. Это бластеры. Они подписаны, да. А вот там есть стоят... Номер 6. Вот, пушечки такие, водяные. С четвертой пушки сейчас будем стрелять. Вот, люди, готовься. С четвертого сейчас пальнешь. Попала. Попала. Вон, подъезжает. Сейчас будешь стрелять. Как круто! Обожаю это дело. Я готова еще пять пактов потратить на это. Круто! Пострелять в людей, они тебе еще за это благодарны, да? Да, да, да. Слушай, там настолько всем выходят, прям вообще мокрые. Вот прям насквозь. И даже там есть сушилки специальные. Они, правда, платные тоже. Но они даже не помогают. И просто насквозь мокрые. Вот бесплатный дуть. Я вышла, у меня даже обувь намокла. То есть я хожу, что я там хлюпаю. Думаю, ладно, это хотя бы ничего. По сравнению со мной, люди там, я говорю, вообще как будто просто искупались в одежде. Ну что, из... Как он парк называется? Там написано. Джурасик? Да, парк Юрского периода. Ну что, из Юрского парка мы плавно перебираем. Мы шли в Касл, то есть в парк Ари Поттера. Там, где находится... Там зима, что ли? Там, да, там зима. Сейчас там зима. Пойдем? Пойдем. А здесь самое вкусное что? Паттерпирс. Вечное пиво. Да, оно самое нереальное здесь. Да, очень вкусное. Где мы сейчас? Вот сейчас начнем подниматься с замок, а потом перейдем вот на эти вот горочки. Там на горках на драконе катаются. Ну да. Я не знаю, куда мы идем. Куда-то придем. Это было настолько волшебно. Честно, как будто я побывала действительно в замке Кобурца. И мы полетали и слетали на Квидич. То есть, ну, даже я не могу передать это слово. Там было очень-очень круто. Мы садились в специальную скамью, нас там пристегивали. И вот это вот ощущение полета, ну, примерно вот то, что Дениска говорила. Все пространство, оно, это огромный экран. И ты можешь просто наблюдать со всех сторон, что происходит. Ну, короче говоря, это не передать словами. Нужно вот обязательно поплывать вот в этом замке. Ты там летаешь, падаешь, тебя крутят во все стороны. Вот так вот вверх головой. И Гарри Поттер помогает тебе выбраться из проволочек, так скажем. Он говорит, ааа, давай туда, ааа, давай сюда. То есть, было очень-очень круто. Сейчас будем кататься на чудо-американских горках. Таких огромных-огромных. С Гарри Поттером вместе. Ну что, зайка, как вы катались? На этих американских горках меня подвел мой вестикулярный аппарат. Что случилось? Ну, только мы прокатились, да. Да, все нормально, меня не затошлило. Но я не могла потом встать с этого креслица. Потому что я пытаюсь встать, у меня ноги ловят, подкашиваются, головой вот так вот. Но классно это было? Да, было классно, честно. Я боюсь таких штук, мне обычно плохо. Думаю, ладно, это же Гарри Поттер, скачусь. Это же Гарри Поттер, да, конечно. Контраст какой. Там снег и кажется, что холодно. Здесь люди в шлепанцах и в майках ходят. Смотри, какие нотки. Две ноги и замок. Руины старого замка. А куда это мы пошли? Не знаю. Куда-то. Я уже вообще после отраслонов уже ничего не знаю. Просто иду. Как аттракцион называется? Комата с оружием. Ты какой выбираешь пестик? Самый большой бластер. А я вот хочу такой. Вот, самый сильный. А вот на свет похож. А вот заменитая ручка, которая стирает память. Да, сейчас поедем кататься, где бы те стерла. Но только себя не стерла, а все остальное бы стерла. Хотя нет, еще как зарабатывать деньги, где не стерла. Что-то зарабатывала деньги и меняли пил. Лучше еще для счастья надо. Тоже забавный аттракцион. Ну, простенький, конечно, Света у меня выиграла. Она стреляла в монстров больше. Ей и работать в Man in Black. Точнее, наверное, в Woman in Black. Ты молодец. Ну что, я думаю, время сходить на самый круто здесь аттракцион. The Hulk называется. Это самые большие американские горки здесь, в этом парке. Хочу испытать эти эмоции. Друзья, я думал, мои приключения на сегодня не закончились. Но меня сейчас ждет вот это. Выглядит, если честно, это очень круто. Да, я думал, все, мы уже идем спать. Но что-то меня дернуло, а пойти полетать. С такой скоростью еще, так высоко вверх, я никогда не взлетал. Посмотрим, как я поборюсь с силами гравитации. Крепко. Релакс, релакс, зайка. Давай, Дэнчи. Да, нет, смотри туда. Ты изменился в лице, кажется, из штанов что-то стекает. Ну что, друзья, вот закончился наш второй день пребывания в парках Universal. По большому счету, с ним и закончился весь наш отдых в Америке в этот раз. Потому что завтра мы уже летаем в Москву вечерком. Очень понравились парки. Реально для взрослых и для детей отличный отдых, отличное развлечение. Кто хочет приехать в парки, очень рекомендую вам все-таки сделать это. Езжайте сразу в Орландо. Здесь есть аэропорт, есть рейсы из Москвы, из Петербурга до Орландо. И берите свою семью, берите друзей. Реально здесь можно на 2-3 недели приехать и каждый день куда-то ходить, что-то для себя новое узнавать. Эмоции фантастические. Очень хочется кушать, потому что мы сидим целый день на подношном корме. Поэтому сейчас мы пойдем в новый ресторанчик какой-нибудь найдем, там попробуем опять что-то новое. Вот. И завтра с утра уже соберем чемоданы и мы отойдемся в аэропорт. Ну что, друзья, все, позавтракали сегодня с утра, сдали номер, сделали check-out и все, отправляемся в аэропорт в Майами. Ехать нам 375 километров, так что где-то чистого времени 3,5 часа дороги и наконец-то наш долгожданный полет обратно домой. Вот мы уже в аэропорту сдали машинку и едем в наш терминал для того, чтобы сесть самолет.